В пятницу федеральный парламент уйдет на каникулы. Но эта законодательная весна, скорее всего, запомнится россиянам навсегда. Пожалуй, впервые в истории депутаты одобрили в первом чтении закон, против которого выступает почти все население страны. С какими результатами подходит к летнему отпуску Госдума седьмого созыва? Об этом журналистам рассказали представители фракции КПРФ. Коммунисты завершают весеннюю сессию с тяжелыми чувствами. По мнению заместителя председателя ЦК КПРФ Дмитрия Новикова, успехов парламентариям удалось достичь только в международной сфере. Вся социальная часть провалена. Отклоненными или нерассмотренными остались десятки законопроектов, предложенных фракцией КПРФ. Мы предложили регулировать цены на товары первой необходимости, но этот законопроект был отклонен. Мы предложили поддержать ветеранов, принять, наконец, закон о детях войны, объявить мораторий на повышение пенсионного возраста. Это не было принято, не было поддержано. Коммунисты также разработали целый комплекс мер для пополнения средств госбюджета, введение дифференциальной шкалы подоходного налога, выход России из ВТО, закон об основах национализации. Все эти предложения не нашли поддержки в Думе. Во фракции КПРФ полагают, что главный итог работы парламента – это три возмутительных документа. Сразу в третьем чтении приняты законопроекты о создании внутренних офшоров и повышении НДС. А самый жестокий документ об увеличении пенсионного возраста одобрен в первом чтении. Когда говорят о том, что каждый гражданин, сегодня пенсионер, благодаря осуществлению пенсионной реформы, получит 12 тысяч рублей в год, почему-то забывают упомянуть о том, что больше 300 тысяч рублей потеряет миллионы граждан при проведении этой пресловутой реформы. На крайне неприглядную роль, которую играет в происходящем парламентское большинство, обратил внимание Денис Парфенов. Такую Думу можно смело называть антинародной. Фактически она взяла на себя функцию классического буржуазного парламента, абсолютно подчиненного и зависимого от исполнительной власти, и готова принимать все, что она предлагает, даже в ущерб собственным избирателям. Мы уже видим, как жестко продавливается инициатива по пенсионной реформе. По мнению коммунистов, заставить правящую партию отступить смогут только массовые акции протеста. Люди должны понять, сегодня не вышел на митинг, завтра не выйдешь на пенсию. За первые пять месяцев этого года уже население России сократилось на 78 тысяч человек. А опубликованные на днях демографические прогнозы явственно свидетельствуют о том, что к середине века Россия должна потерять еще 10 миллионов человек. Фактически наша страна начинает исчезать на фоне мировой цивилизации. Напомним, что всероссийская акция протеста против повышения пенсионного возраста пройдет 28 июля. Анастасия Лукашевич, Красная линия.